Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 марта, день Василия Капельника, день назван в честь преподобного отца Василия Исповедника. Он оставил мир с его соблазнами и поступил в монастырь, там в духовных трудах продолжить свое житие. Мужественно сопротивлялся иконоборцам, за это его предали многим мучениям. С этого дня начинает таять снег на крышах, поэтому этот день и называли Василий Капельник. С ним связано множество поговорок. На Василия Капельника обильно капает с крыш к урожайному году. От Василия Капельника зима плачет. В этот день было принято принесить в дом сосновую ветку. Верили, что сосновый дух очищает воздух в доме и дает здоровье его обитателям. Также из сосновых почек и хвои готовили разные настой и чаи для лечебных целей. Это была хорошая профилактика цинге, недостатка в организме витамина С. Жены в этот день должны быть с мужьями особенно нежными, ласковыми, и тогда мужья не будут им изменять. Сегодня проводились особые обряды, так называемые заклички весны. Например, вот такие. Вот пришла весна, весна красная, ай люлили весна красная, принесла весна золотые ключи, ай люлили золотые ключи. Ты замкни весна зиму лютую, отомкни весна теплолетечко, ай люлили теплолетечко. Ну вот так вот распевно пели. Приметы. Если погода на Василия Капельника солнечная, то воздух на улице насыщен целебной силой. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи.